Здарова, друзья! Продолжая тему Play to Earn, сегодня я хотел бы рассказать вам о довольно простой игре, но которая может предложить своим инвесторам довольно мощное айдио. Игра называется CryptoVS Zombie. Она разрабатывается в жанре Tower Defense. Это довольно популярный для традиционной игровой индустрии жанр, который при этом почему-то редко находит свое воплощение в нише Play to Earn. Как ясно из ее названия, в игре пользователям нужно будет строить различные башни и оборонительные сооружения, чтобы защищаться от наступающих волн зомби, за уничтожение которых будет выплачиваться награда. Однако такой концепт является довольно простым и уже был во многих играх. Поэтому, чтобы привнести что-то новое, команда CryptoVS Zombie решила добавить в свою игру еще и перевернутый режим, в котором игроки смогут наоборот играть за злобных зомби, которых нужно будет стараться провести мимо башен, стреляющих им в след. Сами башни и зомби будут иметь разные уровни и возможность улучшения. И все это будет основано на технологии NFT токенов, работающих в сети Binance Smart Chain. При этом особое внимание команда CryptoVS Zombie уделяет соревновательной составляющей. В игре будут проводиться регулярные турниры, а результаты пользователей будут выводиться в таблицу лидеров, которая будет мотивировать их активнее играть, чтобы добиваться лучшего результата среди игроков. Что же касается заработка, то помимо наград за соревнования, пользователи смогут получать награды токенами КВЗ еще и за каждый отдельный матч. Однако для этого им нужно будет вносить определенный взнос токенами перед началом каждого матча, и 80% взноса игрока, потерпевшего поражение, будет передаваться победителю матча как награда. Сами токены КВЗ будут иметь ограниченную эмиссию в размере 1 триллиона штук. Распределены они будут следующим образом. Команда и советники 20%, казна 10%, маркетинг 10%, экосистема 35,5%, сид распродажа 5%, приватная распродажа 11,5%, публичная распродажа 3% и ликвидность 5%. И важно отметить, что для всех направлений распределения токенов КВЗ есть довольно солидные вестинги и клифы вплоть до 36 месяцев. И в данный момент сид и приват раунд у криптовая зомби уже завершился. В нем приняло участие несколько десятков крупных компаний и венчурных фондов, например такие как Датч Криптоинвесторс, Что же касается публичного раунда распродажи, он должен пройти 9 декабря сразу на 5 лаунчпадах. Infinity Pad, Game Station, Bean Starter, BSC Station и Pools. Пока что точной информации еще мало, но белые списки уже открыты на большинстве лаунчпадов. И точно известно, что на BSC Station помимо приватного и публичного пула будет также и комьюнити пул, в котором можно будет принять участие в IDU не имея тира. Суммарная же локация на всех падах составит 570 тысяч долларов. Схема вестинга тоже будет везде одинаковая. 20% токенов станет доступна на ТГЕ, а далее разблокировка будет происходить по 20% ежемесячно. При этом для приватных и сид инвесторов схема вестинга куда жестче. Примерно 5% на ТГЕ, далее клип на 1 месяц и разблокировка в течение минимум 9 месяцев. Когда именно состоится ТГЕ пока что неизвестно. Но все же о некоторых планах команды информация на сайте криптовая зомби представлена. В первом квартале 2022 года будет выпущена публичная альфа-версия игры и запустятся программы фарминга и стейкинга для токенов КВЗ. Во втором квартале игра придет в стадию беты и уже пройдет первый турнир, а также запустится NFT-маркетплейс для башен и зомби. Полноценный релиз игры на Android произойдет в третьем квартале 2022 года, а на iOS в четвертом. Тогда же токен КВЗ будет постепенно добавляться на централизованные криптовалютные биржи. Более подробную информацию о сейле и проекте криптовая зомби вы сможете найти по ссылкам, которые я оставлю в описании. И чтобы не пропустить важные анонсы относительно IDO распродажи, советую вам подписаться на их социальные сети. Но все же не стоит забывать о рисках, поэтому сами изучайте подробно все проекты. Подписывайтесь на канал, зарабатывайте на PlayToEarn, ставьте лукаса на это видео. Покедова! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...